В оригинальном постере была надпись «Время игр закончилось», то на русском было написано «Новая соска просто бомба». Ха-ха-ха! Что это? Майни, вновь с вами. Всем привет. И сегодня с реакцией на «Уголок Акро» его новое видео называется «Как босс Молокососово продолжение заставляет ненавидеть детей». От двух частей до мультсериала. Точнее, это не новое видео, но одно из новых. Надо смотреть. Вы думали, что босс Молокосос — это просто отвратный трэш от DreamWorks? Ну, может быть, но я увидел в нем глубину, на которую многие не обращали внимания. Вы думали, что есть всего лишь два мультфильма? Ой, там же есть мультсериалы, если не ошибаюсь. Два мультсериала. Два и Клодин. Что тебе представляет франшиза босса Молокососа? И почему я считаю, что она скатилась, хотя вы можете думать, что она никогда и не поднималась? Сегодня мы погрузимся в эту опасную тему. Как можно скатиться ниже дна? Возможно. Не отходите далеко. Я как-то смог, ребята. Мне кажется, что даже если вы никогда не играли в «Геншилл», как вы могли заметить, что это все... Ну, этот автор покушает, это одобряемо, а вот этот автор тоже покушает. Ну, вы знаете. Я антимайни, я очень зол. Я украл вашего глупого блогерка, потому что... Потому что у него появился магазин, и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой. Но в «Майнишоп» уже скидки. Поэтому, ребята, донаты, стим-пополнение, всякие геншины. Приходите, смотрите, ссылка в описании. А мы продолжаем смотреть видос. Всем массовый сдреп. Явление детей в кино переоценено. Вы не находите? Есть такое чуть ли не правило. Для того, чтобы зацепить детскую аудиторию, нужно пихать в произведение детей. Как можно больше детей. Вы думаете, откуда у Блэдмана появился напарник Робин? Потому что нужен был персонаж, с которым юный читатель смог бы себя ассоциировать. Но еще нужно было, чтобы темный рыцарь постоянно с кем-то разговаривал, чтобы не выглядеть шизоидом. И да, появление Робина явно обогатило Бэт-мифологию. Но в целом, я не помню, чтобы в детстве наличие ребенка в сюжете вызывало у меня какую-то повышенную заинтересованность. Первый фильм про мумию нравился мне больше, чем второй. И появление у героев сына в продолжении оставляло меня максимально равнодушным. Я уже этого не помню. Я любил точно не за этого парня во второй части. И вообще, моим любимым мультсериалом в детстве была вот эта версия Человека-паука, где герой уже вырос из школьника. Когда дело касается взросления паука, вообще все очень сложно. Это личная проблема комиксов про паучка. Персонаж развивается, он празднует свадьбу, у него появляется жена. Но редакторы начинают беспокоиться, что он становится слишком взрослым для рядовых читателей. Хотя, казалось бы, 21 век на дворе комиксы давно покупают не только дети. И вот уже приходится придумывать всякие идиотские способы обнулить его семейную жизнь. А сколько уж паука перезапускали в фильмах, делая его школьником снова и снова, я даже говорить не буду. Но персонажи-дети, конечно... Я надеюсь, что в этот раз не будет уже перезапускать снова Человека-паука, я надеюсь, он будет расти вместе с франшизой. В общем, вам неплохо. Но меня иногда поражает, когда персонажи делают прям младенцами. В таком случае тоже есть предположение, что на них смотрят груднички, что ловят ассоциации? Иногда это можно реализовать как минимум любопытно. Для графика это... Клипово. 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 Про особое место, где маленькие дети наделены недетским разумом. Где в баре все пьют молоко и есть что-то типа с супермена-младенца. Ладно, это наверняка всяко лучше, чем босс-молокосос. Однажды ко мне подошли на одном фестивале и сказали, Артур, у тебя клёвые ролики, а мой самый любимый ролик про босса-молокососа. А у меня никогда не было ролика про босса-молокососа. Что ж, исправляю. Неловко получается. С Чакривой перепутал или с кем он перепутал? Вообще идея младенца, что... Это как манделы, скорее всего. Это как манделы. Вспомнить хотя бы малыша Германа из кто подставил кролика Роджера. Или Стюи Гриффина, который так-то является самым интересным из всей этой семейки персонажем. Но при этом я столько всего плохого слышал про босса-молокососа, что прямо боялся его смотреть. Я предпочел бы не касаться этого даже 18-метровой палкой. Однако стыдно признавать, но самое начало мульта мне понравилось. Нам показывают бурное воображение главного героя. Какие элементы фантазии наслаиваются друг на друга. И я всегда в восторге от таких вещей. Вспоминается старый... Да, вот это прикольная, кстати, тема. Фильм Мир Боя, а мальчика с бурным воображением. Но только тут все в рамках современных технологий и в 3D. Это же здорово. И вот потом, спустя 3 минуты, мультфильм показывает нам... Крупником. А ведь немало людей... Класс! Балдеж! Типа шли на это прямо в кинотеатр, чтобы им подсунули вот такую вот эстетику. Это какой-то осознанный посыл о качестве мультфильма? Может сюда это прописал сценарист первого самого лучшего фильма, ответственный за вот эту фразу? Ты походу в кинотеатр... Ладно, поехали. Главному герою Тиму приходится столкнуться с тем, что в семье появляется младший брат. И вот уже его родители не дают ему столько внимания, сколько у него было. И его привычный порядок жизни уже не будет прежним. Я лично был единственным ребенком в семье, и данная тема не то, чтобы конкретно мне близка. Но я все равно ловил жизненные вайбы. К примеру, вот тут. Тут написано тебе 7 лет. 7 с половиной! Да, в детстве я тоже всегда уточнял, что мой возраст... Да, но мне кажется, все в детстве уточняли так. Слов плюс половина. Но знаете, в тот период, когда тебе почему-то казалось, что быть взрослее, чем ты есть, это очень круто. Это было вопиющее заблуждение. Мне в целом нравится диалог Тима с боссом Молокососом, где последний унижает первого за то, что тот слишком старый, и вообще сравнивает его с неодушевленным предметом. Ты уже старый. Так устроен мир. Не попросишь у родителей старую игрушку? Все хотят классную новинку. На всех любви просто не хватит. Здесь вообще наблюдается забавный контраст. Перед нами старший и младший ребенок, но при этом именно младшенький относится... Мне кажется, мультфильм мог быть вообще неплохо бы принят, если бы они многие шутки, типа шутки, поубирали бы. Мне кажется, тогда не возникало бы таких вот странных ассоциаций. Вот в второй части они, кстати, меньше того сделали. Я смотрел обе части, да, я... Странный человек. Во второй части они меньше этого сделали, и в принципе, по мне, вторая часть намного лучше воспринимается. Но это вот лично, по моему мнению. ...носится к миру максимально цинично. Вроде все это выглядит как составные части добротного мультфильма. Но есть нюанс. На 39-й минуте мульта нам опять тыкают задницей главного героя. А еще, ну вот. Ну спасибо, конечно, что сами создатели мульта влепили цензуру, и это не пришлось делать мне. Но я вообще не понимаю страсть к данным ракурсам. Окей. Есть люди, что считают младенцев очень милыми. У них просыпаются родительские инстинкты. Они видят в детях только прекрасное и невинное, но страсть... ...детей. Это что-то нездоровое. Ну да, это странная тема. ...на в цернатной комнате нашлись. ...то за это ответственен. И выгнали его на мороз. Ладно, наверное, в следующий раз что-то подобное тоже будет где-то через полчаса. А нет. Уже на 42-й минуте нам опять показывают... ...только уже с выпуском газа. Вообще, учитывая, что босс молокососа... Вот я говорю, если бы вот этих моментов не было, было бы очень неплохо, мне кажется. Ну как бы... Ладно, это было бы не очень неплохо, а это было бы просто неплохо. Типа, неотвратительно. Сойдет. ...сос ведет себя как взрослый и обладает зрелым разумом. Мне кажется, что за его голый зад явно нужно поднимать возрастной рейтинг мульта. Возможно, вы скажете, что я слишком много уделяю этому внимания, но блин, это же реально какая-то дичь. Внезапно я пришел к мысли, что возможно сценаристы босса молокососа как раз-таки... Смотрите, так я смеюсь с абсурда. Это аж абсурд. Смотрите, мы стримим ссылку в описании. Приходите. Будете смотреть реакцию первыми. Поэтому нам смакуют эти моменты со слюнями, с газами. Слава тебе, господи, псевдорвотой. Нам показывают всю максимальную мерзость. А когда местный малыш может нас порадовать? В моменты, когда он проявляет себя как взрослый в теле ребенка. То есть, когда он максимально далек от того, что из себя представляют дети. Здравствуйте, к***ки, слюни и беспомощность. В общем, в результате герои объединяются. Босс желает остановить директора корпорации, который хочет вывести породу вечного щенка, что создаст серьезную конкуренцию в плане милоты в сравнении с детьми. А еще это, кстати, очень странная, да, вот эта тема. Типа, как будто люди заводят детей, потому что они милые. Типа, ха-ха-ха, чтооо? Типа, не, ха-ха-ха, нет, так не работает. Это очень, сюжет первой части очень странная. Он свалит из семьи. И, разумеется, в процессе они становятся ближе друг к другу и сплачиваются. Знаете, что во всем этом самое забавное? Из босса молокососа реально могла бы выйти драма. В мульте, по сути, раскрывают только тот аспект, что у босса не было нормального детства. Тебя не щекотали? А твои родители? Прости, тебя ведь нет родителей. Их тебя никто никогда не любил. Я ведь и не знаю, каково это. Но на самом деле, если задуматься, все гораздо глубже. Мы не растем. Благодаря супер-секретной детской смеси мы остаемся младенцами. Имея разум взрослого, он является заложником детского тела. И при этом, как обладатель взрослых мозгов, он не может в полной мере насладиться собственным нескончаемым младенчеством. По сути, это судьба героя, который не может быть полноценным ни как взрослый, ни как ребенок. Да с таким концептом можно было бы на Оскар претендовать. Но на деле, тут местами излишний сумбурный мультфильм с некоторыми отталкивающими моментами. Но, эй, какой-нибудь трудный ребенок со своими мерзостями для многих является классикой. И ничего. Я не готов поставить на боссе клеймо беспросветный отстой. Концовка тут вообще душевная. Ну, хотя я тоже так считаю, что это не прям суперотвратительно. Вот многие говорят, но вот я говорю, если вы брать эти шутки или не обращаете на них внимания, я их фильтрую просто, я до них не обращаю внимания. Просто понял, что это будет. И я такой, ладно. Босс возвращается в свою младенческую корпорацию. Родителям Тима стирают память. Но сам Тим скучает по боссу, отправляет тому письмо. И вот босс меняет возможность быть частью корпоративной машины на возможность быть частью семьи. И совсем в конце нам напоминает, что у Тима бурная фантазия, и он ненадежный рассказчик этой истории. Собственно, как по мне, история должна была закончиться именно здесь, этим многоточием. Но вышел сиквел. И тут у меня проснулась ассоциация вообще из другой степи. Мне вспоминается пример такого произведения, как «Ублиственная шутка», где показывали предысторию врага Бэтмена Джокера. Однако в конце этой истории сам Джокер ставит под сомнение, было ли все это, или эти воспоминания всего лишь плод его больного разума. Была ли у него реально семья, как нам показали? Действительно ли все произошло вот так? Читатель или зритель решал сам. А потом, спустя годы, вышел комикс «Три Джокера», который как бы подтверждал, что да, семья есть. При этом старая история дополнялась, но аура загадочности разрушалась. Ладно, не расслабляйтесь, мы возвращаемся к боссу Малакасосу. Заванно, на вторая часть влипу в историю еще на стадии маркетинга, причем конкретно в России. Если на оригинальном постере была надпись «Время игр закончилось», то на русском было написано «Новая соска просто бомба». Что это? Почему они так перевели странно? И учитывая сексуальную двусмысленность слова «соска» и то, что героиня на постере у нас здесь маленькая девочка, выглядело все это крайне неправильно и, мягко говоря, неуместно для семейного мультфильма. Не хочу прерывать вашу содержательную беседу, но вот вам по соске. Честное слово, лучше бы по классике написали что-то типа «Карапузная братва». К этому, по крайней мере, давно уже все привыкли. Ура, братва. Ну, а не пытаются в самоиронию. Вот как дочь Тима комментирует историю, что пересказывает первую часть. А рассказать сказку, твою любимую. Про вас, дядей Тедом, и малышей в костюмах бизнесменов. Хорошая история, скажи. Так, немножко нескладные. Зато шутки хорошие. Ну и чё, можно халтурить дальше. А потом мы пошутим над собой в третьей части и нас простят. Простят же? В самом начале мульта нам показывают, что Тим сохранил свое воображение и во взрослом возрасте, что так-то прекрасно. Это замечательно, когда человек не утратил это свойство с годами и не превратился в чопорного унылого сноба. Но проблема в том, что перед нами не человек, умеющий фантазии, а, пардон, шизой. Он разговаривает со своими игрушками и, да, видит с... Шизофрения, вот такая вот... ...младшую дочку, как и младенца в пиджаке. Если вы, будучи ребенком, переживаете появление младшего брата в виде фантазии с мелким бизнесменом, это одно. Но когда вы заимели уже вторую дочь, но опять проходите через какие-то фантазии с детьми, что говорят как взрослые, то, пардон, вам, наверное, самое время отправиться в дурку. Нет, вы не подумайте, я соболезную персонажу. Беды с башкой — это дело серьезное. Но я просто не могу воспринимать эту картину как комедию. Это почти триллер о человеческом безумии. Если так и задумывалось, то вопросов нет. Ты что говоришь? Да! О, а ну просто с ума сойти! Эй, а давай маму напугаем. Да, отличная идея. Аномальный ребенок в семье — этого мало. Нужно еще мать с инфарктом в довесок. Ибо девочка требует, чтобы Тим для дела вызвал дядю Теда, бывшего босса Молокососа. Ничего не выйдет. Я звонил, приглашал, он не приезжает. То у него командировка, то сплошной обратно. Ничего не волнует, кроме работы. Я уже не удивлюсь, если никакой дочки в принципе не существует. А Тим таким образом просто переживает тяжелые отношения с братом. Блин, сколько теорий можно придумать? Но он разрушается именно тогда, когда приезжает как бы Тим. Молокосос, походу, более глубокое произведение, чем может показаться на первый взгляд. И так-то первые 20 минут были мне любопытны. Интересно посмотреть на героев в новом амплуа. Они же теперь все же взрослые. У них новые конфликты. А вместо детей заняли новые персонажи, которых наверняка можно будет раскрыть. А вот нифига. Первый мультфильм был популярен, так что надо делать все как раньше. Поэтому Тед и его брат пьют волшебный напиток, чтобы стать детьми. И как по мне, это главная ошибка второго мульта. С этого момента я будто смотрю первую часть еще раз, просто немного по-другому. А новая дочка босс просто теряется. Это же неуважение к данному персонажу. Вообще данный мульт явно не топит за равноправие. Первые 20 минут не было никаких задниц. И я уже подумал, что сценаристам кто-то привил чувство вкуса. Но нет. Как только Тед снова становится молокососом, тут как тут. Получается, что в этом плане создатели сдерживаются, только когда в центре внимания младенец девочка. А вот показывать голого мальчика уже почему-то вообще не стремно. Но тем не менее, тут явно меньше мерзостей, чем в прошлой картине. Да, это же я говорил, да. Помимо стандартного сумбура, детей, ниндзя и злобных злодеев, которые пытаются устроить детскую революцию, тут есть отношение с дочкой. Тим, находясь в теле ребенка, сближается с ней сильнее и лучше понимает свою родню. Это неплохо, но целиком мультфильм идет аж час сорок семь. Казалось бы, всего лишь на 10 минут больше прошлой части, но поверьте, босс молокосос не должен идти так долго. Может идти час просто, час и хватит. Ты попросту утомляешься от всего происходящего в третьем акте и начинаешь нервно посматривать на часы. Отличный повод сделать целый мультсериал. И вы не представляете, в какую путаницу я погрузился в плане того, сколько сезонов и где, как... Видимо, если два мультсериала, то капец он успешный. И серия, потому что в процессе внезапно оказалось, что мультсериалом аж два. Но обратить внимание я хочу именно на второй. В 2021 году на Нетфликсе выходит мультсериал Босс молокосос «Колыбель зовет», где нам выдают заставки вот такой рэпчик. «С вами босс, подключайся скорее!» «Дети собрались?» «Воу!» «Босс-крошка!» «Лилл Памп!» «Гроза...» «Тут как бы твои конкуренты». «Босс-крошка!» «И что там сейчас популярен?» «Канни Бэс!» «Канни Бэс!» «Канни Бэс!» «Канни Бэс!» «Я не знаю!» «Оргенштерн!» «И просто взгляните на эти стрёмные моменты, когда жене Тима пытаются объяснить, что Тед является разумным ребёнком. «Я...» «Я работал в секретной...» «Я работал в секретной корпорации младенцев...» «Её тело не желает расслабляться!» «Мы её потеряли!» «Да, я вот так же отказывался верить, что существует два мультсериала по боссу «Блин молокососу»!» «Я тоже говорю!» «Те, ну нет!» «Если относиться к этому мультсериалу как просто мультику, то он довольно бледный и максимально обычный». «И зачастую тут происходят довольно неэпичные вещи, типа противостояние с няней, выслеживание утки...» «Ах да!» «Ещё есть эпизод, который вообще вынес мне мозг, ведь в нём босс ревнует к выдуманному другу дочки Тима!» «И если мы всё ещё считаем, что разумный босс молокосос сам по себе часть воображения Тима, то получается мы...» «Воображение...» «Воображение какой кошмар!» «Смотрим, как один выдуманный персонаж бесится, что внимание уделяется не ему, а другому выдуманному персонажу, хотя он сам себя выдуманным не считает! Господи! Я скоро с ума сойду от этих нескольких слоёв воображения в этой франшизе, которых возможно...» «А всё так кажется сон собаки, ребята!» «Вот такое вот дело!» «Спасибо, кстати, за подписку платную!» «Воображение в самом деле и нет!» «По-моему, создатели уже вообще на всё это давно забили!» «Честно говоря, как бы это смешно не звучало, но босс молокосос меня разочаровал!» «Я думал, что это будет какой-то лютый трэш, над которым я просто поиздеваюсь!» «И да, местами это мерзкий мульт, который, скорее всего, вызовет у вас желание никогда не заводить детей!» «Однако в этой мультяшной серии есть потенциал!» «Шо есть, то есть!» «Потенциал истории о том, как воображение может тебя защитить в первом мульте! «И потенциал того, как этот щит может стать для тебя клеткой безумия, где ты уже не можешь отличить реальность от грёз во втором мульте!» «Если бы повествовательный акцент не сдвигался в сторону младенца в пиджаке и того, как это смешно, то перед нами в теории мог бы быть реально интересный глубокий мультфильм, который был бы в состоянии потягаться с лучшими работами компании Pixar!» «И какой бы отторгающей ни была первая часть, в ней точно больше энергии креатива, чем в последнем мультсериале, который попросту стал пресным!» «Хотя его можно воспринимать, как затухающее воображение Тима, которая медленно умирает вместе с ним!» «Капец! Загнул! Загнул!» «Ну а с вами был Акр!» «Народ, если вы не смотрели мой прошлый ролик про...» «Ребята, ссылка на регион в описании! Приходите и подписывайтесь на канал «Уголок Акр!» «Обязательно!» «Также подписывайтесь на мой канал!» «Мне было бы очень приятно!» «Всем удачки!» «Всем пока!» «Пау!»